Давайте познакомимся. Меня зовут Ившина Ольга. Я старший вице-директор компании Faberlic. Живу я в городе Пермь. Это на Урале. Сегодня у нас с вами очень важная тема. Это рекрутинг на БДО. И рассмотрим именно два сайта, Avito и OLX. Расскажу я вам именно про них, потому что сама работаю именно на этих сайтах. Будем мы... Вебинар пройдет в режиме показа моего экрана. Поэтому я сейчас переключаюсь и буду вам показывать экран. Так, отсюда я выхожу. Получается, все, показать экран. Так, девочки, напишите, пожалуйста, мой экран сейчас видно. Вот, например, страничку ВКонтакте. Снова вернулась в веб-комнату. Видно меня? Да, видно экран. Хорошо. Тогда переходим непосредственно к теме рекрутинга. Итак. Я работаю в браузере Firefox. Там у меня созданы аккаунты для работы на БДО. Итак, вот они, аккаунты. Видите, их 16 штук пока. Ну, создаю каждый день. Как создавать аккаунты? Это отдельная тема. Сегодня именно только действия по рекрутингу. Что делаем на страничках? Сейчас какой-нибудь выберем. Вот, например, восьмой аккаунт. Я сейчас до него дошла. Сегодня работала уже. Вот, открывается так. Захожу на Авито. Вот моя страничка, мое имя. Тут вот есть отклик. Сейчас откликами не будем заниматься. Давайте покажу, как я рекрутирую. Захожу в раздел «Объявления». В категории. И в основном выбираю категории по детской одежде, обуви или товары для детей, игрушки. Вообще можно зайти в личные вещи, можно женскую одежду, смотреть обувь. Но давайте сегодня для примера возьмем товары для детей и игрушки. Так, можно, например, смотрите, выбирать просто товары для детей и игрушки. Можно конкретно автомобильные, кресла, детская мебель, коляски, игрушки. Ну, давайте возьмем сегодня товары для детей и игрушки в общем. Пусть будет все. Дальше, что мы выбираем? Выбираем регион. Вот, смотрите, в Chrome сейчас перейду. У меня здесь отклик. Открыты все города, регионы России. Вот они. То есть я могу на любой области, все города и области, например, щелкаю «Красноярский край». И мне выходят районные города, села. И я выбираю. Могу по одному городу поработать, например, в какой-то день. И могу взять просто область, там, Саханскую, Краснодарский край, Белгородскую область, Брянскую, любую. Ну, в принципе, смотрите, вот в моем дневнике успеха, он, наверное, должен быть у всех, если у новичков нет, спросите, как его создать у ваших наставников или вышестоящих наставников. И вот, смотрите, у меня тут много-много вкладок внизу. Есть вкладка «БДО». И вот все мои аккаунты на БДО привязаны к какой-то определенной области. То есть если я сегодня, например, с пятого аккаунта работаю, Смоленская область, там, с шестого, Пермский край и так далее. Но я могу тут это все менять. Тут я пишу телефоны, когда меня просили какое-то подтверждение сделать, с какого телефона я это делала. Записываю обязательно пароль от аккаунта и непосредственно Google почту, которая привязана к данному аккаунту. Итак, возвращаемся. Давайте возьмем, например, Белгородскую область. Белгородская область. По ней поработаем сегодня. Сохранить. Открывается. Так, объявление выбираю я частное. Все, вот пошли товары для детей, игрушки, частное объявление. Немножко спускаюсь вниз, от VIP объявлений ухожу. Но выбираем, желательно выбирать свежие объявления. Вот смотрите, одну минуту назад, 37 минут назад. То есть не старые. Может быть, человек когда-то подал уже и, может, и продал, но не удалил. То есть берем свежие объявления. И открываю примерно штук 15-20 в новых вкладах объявлений. Вот так вот делаю. Открыть ссылку в новой вкладке. Почему так много? Потому что бывает, что это мужчина продает. Бывает, что написано продавец или три точки. Не знаешь, как к человеку обратиться. Я всегда выбираю людей, у которых это, во-первых, женщина, чтобы была, и чтобы стояло ее имя, чтобы знать, как к человеку обращаться. Так, ну давайте будем открывать. 15 сегодня не буду открывать, чтобы ваше время не занимать. Смотрите, чтобы фото были живые. Вот, например, колясочка. Она дома, в комнате сфотографирована. Ранец школьный. Ну, еще коляску прогулочную. Аксессуары. Такие вот объявления. Ну, я как бы не открываю, где такая коляска, фото из интернета. Лучше открывать, где свои фотки сделанные. Так, лимит. Лимит за один раз с одного аккаунта я отправляю не более семи шаблонов. Так можно сделать утром и, например, еще один раз вечером. По семь, но не больше, иначе заблокируют. Заходим в объявление. Так, смотрим, чтобы была надпись. Ну, вот это вот написать сообщение. Наталья. Быстренько просматриваем, что она пишет. Очень удобная штука. Крепится на липучках кроватки. То есть смотрите, что еще человек пишет, потому что могут написать работу, не предлагать. И вы тут со своей работой. Получается, со своим предложением. Получается, что как бы человек будет недоволен, и он тоже может вас заблокировать. Поэтому просто просматривайте, что написано в описании объявления. Итак, нажимаем написать сообщение. И смотрите, у меня на моем Google диске сохранены все шаблоны, которые я пишу людям. Вот они. Это первое сообщение. Ну, тут есть и суть, и возражение. Надо немножко рассортировать это все. Ну, например, выбираю такое. Вот я его копирую. Перехожу к объявлению. Ставить. И, конечно же, пишу в начале имя. Проверяю. Наталья, здравствуйте. Вы грамотно размещаете объявление о продаже вещей. Нам требуются сотрудники для подобной работы. Если вы рассматриваете возможность дополнительного заработка, напишите мне. С уважением, Ольга. Все, отправить. Все, наше сообщение ушло. Вкладку я не закрываю, потому что я могу забыть, сколько я отправила. Вот все, что открыто, у меня останется. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, там, пять, шесть, семь я напишу. Посчитаю, что их семь. Все, тогда я перехожу на другой аккаунт. Ну, чтобы не забыть, сколько отправляла. Следующая, Эльвира. БУ, колясочка. Пишем. Ставить. Пишу имя. Отправляю. Дальше, личные. Вот смотрите, написано личные. Но я не буду, я не пишу таким. Не знаю, почему-то мне хочется всегда по имени человеку обратиться. Поэтому эту вкладку я закрываю с объявлением. Следующая, Наталья Морозова. Написать. Почему я еще не закрываю сразу вкладки, потому что, например, Наталья бывает. Потом следующий открываешь, опять Наталья, третий Наталья там. Ну, чтобы посмотреть, один или тот, этот человек. Или это разные Натальи, например. Можно посмотреть по списку объявлений, что она продает. Вот, может быть, вы уже ей писали буквально, вот, предыдущая. Это тоже она была. Потому что люди продают много сразу вещей. И, ну, так, чтобы не нарваться на одного человека и написать ему сразу все сообщения одному человеку. То есть, вот, на это тоже обращайте внимание. Личные. Ну, это вот опять тот же человек, видимо, личные. Вот Оксана. Пишем Оксане. Вставляем наше сообщение. Пишем имя. Отправить. Все. Сейчас я больше не буду вам показывать, потому что, ну, время, чтобы не занимать. Думаю, что принцип вы поняли. Так, закрываю этот аккаунт. Аккаунт. А, нет. Сейчас я вам еще покажу, как я работаю еще на OLX. Ну, в принципе, я пока оставила OLX. Перешла только по России работать. Но все равно покажу. Вдруг кто-то из вас захочет работать, например, по Казахстану, Украине. У нас партнеров очень много. И другим странам. Поэтому вот профиль у меня... Так, да, это Казахстан. Тут принцип тот же самый. То есть вот они все услуги. Здесь я аккаунт привязала к той же Google почте, что и Авито. Ну, то есть у меня здесь есть Авито, и вот вкладочка OLX. Смотрите еще, чтобы они всегда у вас тут высвечивались, и вы их не искали. Вот тут вот звездочка вызвана. Когда вы создаете, ну, вот аккаунт на OLX, вот здесь есть панель закладок. И именно сохраняете вот эту панель, ну, OLX сохраняете именно на панели закладок. Вот смотрите, не в меню, не в других закладках, а именно на панели закладок. И нажимаете «Готово». Тогда, когда вы будете заходить на аккаунт, она всегда будет у вас вот здесь высвечиваться, что Авито, что OLX. Ну и вот, давайте для примера здесь покажу. Выбираем «Детский мир». Ну, что выберем? Давайте «Детский транспорт». Так, объявления также частные берем. Вначале идут VIP-объявления, тоже их пропускаю. И вот обычные объявления. Ну, смотрите, также открываю в отдельной новой вкладке каждое объявление. И заходим. Вот, Диана. Написать автору. Также просмотрели объявление. И давайте напишем Диане свое предложение. Что-то у меня тут просит вход. Если такая ситуация случилась, вот на этот случай и пригодятся все наши сохраненные почты. Я копирую почту, Google почту, с которой был создан этот аккаунт, и вставляю ее сюда. Пароль у меня везде один и тот же. Я его помню наизусть. Так, войти. Так. Еще раз ввожу пароль. Я не робот. Войти. Все, получилось войти. Открылся аккаунт. И сейчас мы можем писать Диане. Так, иду. Копирую свое первое сообщение. Оставляю его. Пишу обязательно имя. И нажимаю отправить. Спасибо, ваше сообщение отправлено на автору объявления. Все замечательно. Лимиты ОЛХ. Здесь можно отправлять до 25 сообщений за один раз. В принципе, это хорошо. Какое есть здесь минус? Здесь сначала объявления хорошо отправляются. Первые 3-4. Потом начинает вылазить копча. Это, то есть, надо на картинке найти там все пешеходные переходы, отметить весь транспорт и так далее. Немножко это напрягает, немножко тратится больше времени, но зато лимиты большие. Работать можно вот по многим-многим странам. Тоже очень удобно. Закрываю все вкладки. И иду опять в Firefox. И, например, перехожу на седьмой аккаунт. И у меня здесь, видите, то же самое. Вот доска объявления Авито и ОЛХ. И действия повторяются. Заходим на Авито. Открывается мой профиль. И все то же самое. Вот здесь вот смотрите свои отклики сообщения. Здесь выбираете категорию. И снова пошли отсылать шаблончики. Смотрите, что можно еще сделать. Вот ваш профиль. Можно его настроить. Я столкнулась с таким, что мне люди начали писать. Да что вы нам тут предлагаете? У вас и профиль не оформлен, и фото нет, и непонятно из какого города. Поэтому, наверное, все-таки пришла к выводу, что надо профиль немножко оформить. То есть, смотрите, загрузить фотографию желательно, чтобы человек все-таки видел, что вы живой человек. Кто вы хотя бы? Как вы выглядите? Что вы не какой-то там робот, например. Сейчас какую-нибудь фотографию. Выберу быстренько с рабочего стола. Ну, вот пускай будет это открыть. Загрузим фотографию. Сохранить. Так, не знаю, почему она не грузится, но выбираем город. Давайте выберу город Пермь, откуда я. Вот прогрузилась фотография. Желательно еще вот сюда ввести электронную почту, Google почту. Но я сейчас не буду это делать, можно сохранить потом. Все, сохранить. Вот, у нас настроен профиль. Человек уже будет видеть, из какого вы города, и что вы живой человек, у вас живая нормальная фотография. Хотя бы как-то начать общение все-таки приятнее будет. Так что профили нужно все-таки оформлять. Вот, в принципе, по рекрутингу на досках объявлений, в принципе, вся информация. Вот, смотрите, у меня здесь, вот еще раз покажу, аккаунты. То есть, легко на них заходить. Первый, второй, вот так вот. Они открываются сразу автоматически, когда на них встаешь. Так что... Заканчиваю показ экрана. Так, девочки, почему-то пропала моя презентация. Сейчас вернем ее. Про Авито рассказала, про ОЛХ рассказала. Дальше сейчас немножечко про статистику скажу. Еще раз. Смотрите, в день нужно отправлять не менее 200 сообщений, потому что, если вы отправите 30-35 и будете ждать результата, поверьте, результата точно не будет. Но испытано уже на собственном опыте. 200 и более. То есть, можете отправлять утром, вечером. Кажется, для начала, что 7 с утра, 7 вечером с одного аккаунта – это мало, но аккаунтов-то можно создать очень много. Чем больше аккаунтов, тем больше у вас будет охват аудитории, тем больше вы отошлете сообщений. Плюс у меня… Это у меня на компьютере аккаунты. И еще то же самое я делаю с телефона. Также созданы аккаунты, также привязаны к Google почте. И там, там сейчас 15, также с утра отсылаю, вечером. И желательно ввести статистику. То есть, мы записываем, сколько у вас было положительных, именно положительных откликов с каждого аккаунта. Ну, я просто беру на бумажки, записываю, и в течение дня это все делаю, потом вечером уже подсчитываю, смотрю, сколько было отправлено, сколько откликнулись, сколько отправила в ответ голосовых сообщений, сколько ушло на… Ну, кто перешел в эти… Господи, я сейчас скажу WhatsApp, Viber. Вот. То есть, все-все-все записываю. Вести статистику необходимо, иначе, ну, точно результата не будет. Записывайте, сколько было именно результативных диалогов и сколько регистраций в день. Желательно, чтобы хотя бы одна регистрация в день была. Скажу сразу, откликов очень много, отклики разные. Если, например, человек пишет, ну, что конкретно нет, то уже конкретно нет. Я дальше с ним, ну, не веду диалог. Нет и нет. Да, нет следующий. Чем больше мы пройдем, тем лучше людей. Если человек начинает что-то расспрашивать, ну, немножко как-то с недоверием, там, да я там была, да я все знаю, да, ну, тут уже можно завести диалог. Вот. Потом всегда рекрутируйте с позитивным настроением, потому что, ну, бывает, бывают такие негативные отзывы, могут и что-то нехорошее вам написать, на это не реагируйте. И с такими, как бы, людьми, ну, не стоит даже связываться, не стоит отвечать на грубость. То есть, закрываете это сообщение и пошли дальше. Ну, в принципе, вот, если есть вопросы, задавайте мне, можете сейчас писать. Я рекрутирую сейчас именно вот таким методом. Плюс у меня еще аккаунты в Инстаграм, и там работает программка PromoFlow. Так что вот. Вся информация, которую я вам хотела сегодня рассказать. Если есть вопросы, пишите. Если есть какие-то, если возникнут вопросы, задавайте своим наставникам, теребите их на эту тему. Вот. И пишите в чате вопросы, особенно девочки, новички, кто пришли. И, конечно же, задавайте вопросы всем наставникам и вышестоящим наставникам. Вот. Что еще хочу сказать про рекрутинг на БДО? Почему он мне нравится? Потому что это очень быстрый метод. Все рекрутинги хороши, много очень методов. И в ВКонтакте, в Одноклассниках, и в Инстаграм все методы работают. Это точно. Главное – работать. Но что лично мне нравится, что можно быстро создать аккаунт, минимум действий на нем, фото, город, и пошли работать. Можно работать сразу же, начать. Только создали аккаунт, и пошли работать. А когда… Когда начинаем создавать странички, например, в ВКонтакте или в Одноклассниках, страничка должна отстояться. Страничку нужно оформить, наполнить ее качественно, оформить, хорошие фотографии сделать свои личные для нее, пригласить друзей, чтобы она была не простая, не такая, не однодневка. То есть это требует определенного времени, затрат. Кому-то нравится такой метод рекрутинга, кому-то хочется попроще, побыстрее. Но отклики и результаты идут отовсюду. Это точно. Поэтому я для себя в данный момент выбрала БДО и Инстаграм. Ольга, сколько у вас регистраций в день обычно? У меня регистраций в день очень пока мало, если честно. Больше идет диалоги. Диалогов в день вот таких качественных, чтобы перешли в WhatsApp и Viber 3-4. Конечно, я думаю, что это мало. Вот. Какие-то дни бывают больше. Я стараюсь. Вот смотрите, если человек написал «Да», мне интересно. Есть у меня такой шаблон. Сейчас я вам покажу. Это когда я еще на аккаунте на БДО. Или человек пишет «Да, я хочу узнать подробнее о работе». вот смотрите, вот смотрите, так, я экран уже отключила. В общем, у меня такой шаблон, я вам его прочитаю. Работа заключается в продвижении интернет-магазина. У нас три крупных поставщика «Флоранж», «Фаберлик» и «Денос». Можно совмещать с основной работой. Если вам интересно, напишите мне свой вайбер ватсап или напишите мне сами. И даю свой номер. То есть, когда я даю свой номер, уже людям все равно какое-то доверие, наверное, возникает. То есть, я не скрываюсь, вот мой номер, пожалуйста, я всегда на связи, пишите мне. И дальше, когда мне человек уже пишет или дает сам свой номер, и я ему отвечаю, или же мне пишут на вайбер или ватсап, вижу, что написали, я по поводу работы, мы с вами общались там на OLX или на Авито. Я на диктофоне, на телефоне записала на три минуты суть нашей работы. И уже голосом отправляю человеку в вайбер или ватсап суть работы. Ну и дальше уже по ходу нашей беседы, как бы, что он мне ответит. Дальше также работаю голосовыми сообщениями уже, уже ничего не пишу. Общаемся в вайбере или ватсапе. Ну и таким образом доходим до какого-то результата. Либо это будет регистрация на работу, либо это будет дисконт, но дисконт нам тоже нужен, это тоже хорошо. Ну вот, например, если человек отказался от работы, я еще так пишу или наговариваю, вернее. Предлагаю экономить семейный бюджет, рассказываю об ассортименте нашей компании и, то есть, предлагаю регистрацию на то, чтобы человек пользовался нашей продукцией, рассказываю о том, что у нас есть и закрытые распродажи, хорошие скидки, компания дарит подарки, что у нас кэшбэк от 15 до 26 процентов. То есть, стараюсь человека заинтересовать не работой, если то, тогда продукцией и какими-то подарками, скидками, экономией, это тоже очень хорошо и важно. В принципе, нам дисконтники всегда нужны. Так что вот, думаю, что я ответила. Да, Катя права, чем больше охват, тем больше будет регистрации, надо больше и больше действий делать. Сама про себя знаю, что действий делаю, наверное, мало. До 200 сообщений у меня не доходит. У меня, ну, где-то, наверное, ну, 120-150 максимум. Считаю, что мало. Но я работаю над этим, увеличиваю, буду увеличивать свои действия. Конечно, надо за 200 заходить. Тогда будет, конечно, больше регистрации. Ну вот, девочки, все, что знаю по этому методу, я вам рассказала, поделилась с вами. Надеюсь, моя информация была для вас полезной. Еще раз говорю, задавайте вопросы, не стесняйтесь, не молчите, обязательно, обязательно все спрашивайте. Идем рекрутировать. Всем большое спасибо, что пришли, что послушали информацию, которую я для вас приготовила. Всем до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok